Были роды непростые. Я не уговаривала супруга. Говорила, что если не хочешь, не ходи. Здесь было выраженнейшее многоводие, больше 4 литров вод. На данный момент она пациентка. Она говорит, не доктор. Супруг перерезал поповину. Я сама являюсь врачом-кардиологом. И работаю в этой же больнице кардиологом. Я была в декретном отпуске. И уже после отхождения в вод поступила самотеком в отделение в приемное. Меня, естественно, приняли, госпитализировали и забрали в родбокс. Первые роды прошли. И, в принципе, хорошо. Благодаря слаженной работе коллектива роддома, которые всегда рядом, всегда помогают, смотрят, не оставляют. То есть огромная благодарность именно персоналу, который помог мне родить первого ребеночка, сыночка. Назвали сына Еврагимом. Родился он в понедельник, 17-го числа, вечером в 5. Я знаю работу наших коллег, и отзывы пациентов о этом роддоме. И роддом у нас открылся. Я ушла в декретный отпуск, а роддом наш только открывался после ремонта. Поэтому все ждали. С коллегами легко, скажем так. Потому что такое отношение более свойское получается. И пошутят, и подбодрят, где надо. А как врачу? Наверное, я бы сказала, двояко. Потому что ты учился, и ты, в принципе, все теоретически знаешь. Практически тебе могут подсказывать коллеги, что как бы лучше и проще так, и начинаешь путаться, что делать. Ко всем относятся одинаково. Со всеми, естественно, шутят, все. И сами говорили, что в данный момент она пациентка. Она говорит, не доктор. Вот поэтому отношение было очень дружелюбное. Беременность прошла в целом отлично. За исключением вот уже последних двух-трех недель. Мне еще не поставили многоводие. Но меня распирало так, что... Ну, потом понятно стало, почему. Живот настолько большой, что меня давило на ребра. И я ночью переворачиваюсь. Мне все больно, органы больно, кости все больно. Но он очень большой. Я задыхалась постоянно. На третьем скрининге, который тоже в третьем триместре, не было выявлено многоводие. Многоводие выявили уже здесь. Я приехала, мне сделали УЗИ, КТГ. Сказали, оставайся, никуда уже не уезжай. И сразу положили в родблок. Естественные роды, но с прокалыванием пузыря. Ну, само собой. Потому что, собственно, поэтому мы планировали роды в конкретную дату. Потому что нельзя было, чтобы в отдых отходили дома из-за того, что ребенок мог перевернуться, либо могла выйти пуповина, как мне объяснял врач. Вот. Поэтому на утро, на 6 утра было запланировано вскрытие пузыря. Пузырь вскрыли. После чего началась родовая деятельность. В 6.30 мне прокололи пузырь. В 16.05 я родила. Чем интересны были эти роды? Были роды непростые. Потому что изначально при той ситуации, которая была у Олеси, вопрос о естественных родах был несколько сомнительным. Здесь было выраженнейшее многоводие больше 4 литров вод. Поэтому у нас стояла дилемма перед нами, как вести Олесю, Олесины роды. Через естественные родовые пути или путем кесаревых сечений. Мы избрали тактику такую, что мы начнем, если пойдет и природа направит самостоятельно на естественные роды, соответственно, мы продолжим их вести. Если отклонения от нормального течения, операционные рядом. Но все сложилось так, как мы, в принципе, и хотели. Как хотел я, как хотела Олеся. Хотела. Хотела, Олеся. Хотела, но с некоторыми отклонениями в сторону операционной она поглядывала. Но мы ее все время направляли в нужное русло. И на самом деле ее родовая деятельность нас не подвела. Роды прошли, в принципе, штатно так, как мы хотели. Несмотря на то, что Олеся волновалась. У нее в родах и тахикардия была, так как у нее и свой пульс был несколько выше нормы. А в родах он еще повышался. Ну и плюс большое количество вод. Несколько не с тем цветом, который должен быть. Там были такие микониальные, зеленые микониальные воды. Но, тем не менее, Ванька нас не подвел. Родился хороший мальчик. По времени родился вот так, как, в принципе, должно быть по учебнику. Сколько мы рожали? Наверное, часов 15? Нет. 10 часов. Даже быстрее, чем должно быть. Но при этом без стимуляции, без акушерской агрессии. Природа сама распорядилась эти роды провести так, как они были вожеланы и врачом, и самой родильницей. Соответственно, я доволен этими родами. Олеська довольна этими родами. Папа тоже доволен этими родами. У нас были партнерские роды. Мы изначально знали, что так будет. Но я не уговаривала супруга. Ну, не уговаривала. Говорила, что если не хочешь, не ходи. Но он знает, что я психологически не очень смелая такая девушка. И мне постоянно нужно сопровождение рядом с собой. И поэтому, да, супруг был рядом. И без супруга бы 100% я так не справилась. Потому что, ну, его я слушаю. С ним мне не страшно. Вот. Поэтому там 50% его работы. Он все подавал. Говорил, что делать. Находил какую-то информацию. Бегал за акушерками. Бегал за врачами. То есть мне было просто спокойно, что я что не скажу, это будет. Или если он увидит, что мне плохо, мне моментально помогут. То есть не так, что я буду лежать в палате и умирать. А мне важно, чтобы со мной постоянно кто-то был рядом. Очень важно. Подержать за ручку, погладить, подышать со мной вместе. Еще что-то. Супруг перерезал поповину. Мы загадывали желание. Родился он 3820. Зовут его Ваня. Ну, хотелось русское простое имя. Мягкое, доброе. Приветствуется присутствие партнеров. Очень часто спрашивают, кто же может быть партнером на родах. Это муж или иной член семьи. Член семьи. В данной ситуации членом семьи основным выступил муж, который от начала до конца присутствовал на родах. Видел рождение ребенка. Делал первые фотографии. Перерезал, вот он мне показывает пальцами, перерезал поповину. И, соответственно, получил эмоции, которые остаются на всю жизнь. Ну, собственно говоря, я и хотел показать про наши роды, рассказать про Олесю, про Ваньку нашего. А Олеся сказала, что буквально вот прям вот только выйдет за пределы родильного дома, сразу задумается о девочке. Олеся обещала, муж сказал точно, да, решит этот вопрос. Вот, поэтому мы выписываем Олесе абонемент на посещение нашего родильного дома, безлимитный. Вот, и, соответственно, Олесь, ты молодец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова